Сегодня мы разберем, что такое винный камень. Вы узнаете, почему он образуется, как выглядит, где его используют и почему его так любят адепты ЗОЖ. Интересно? Меня зовут Алексей Капуста, я создатель винной школы онлайн ВитисПро. Если вы хотите научиться разбираться в вине лучше, чем сейчас, подписывайтесь на этот канал и ставьте лайк этому видео. Мы выпускаем ролики каждую неделю, говорим о вине человеческим языком и делаем это увлекательно. Винный камень, он же Крим оф Тартар, это осадок, в который выпадают соли винной кислоты, а именно тартрат и гидротартрат калия. Винная кислота содержится в виноградном соке и в процессе брожения вступает в реакции с другими веществами, а в итоге ее соли выпадают в осадок вместе с дрожжами. Также винный камень может образовываться во время выдержки, бутылирования и даже в готовом вине. На вид это кристаллы ярко-рубиного-бордового цвета, а если рассмотреть осадок под микроскопом, то можно увидеть, что кристаллы эти очень красивые, похожи на морские кораллы или диковинные цветы. Винный камень – соль абсолютно безвредная, более того, некоторые считают, что даже и полезная, ее применяют в кулинарии, медицине, производстве и других сферах. С помощью винного камня можно легко засахарить сироп или варенье, сделать выпечку более воздушной, взбить сливки или белки в плотную кремовую массу. Фармацевты добавляют его в разные препараты. Также с его помощью окрашивают ткани и делают лужение в гальваники. А еще винный камень любят применять адепты ЗОЖ. Смешивают чайную ложку порошка со стаканом воды. Это помогает выровнять давление и сердечный ритм снять воспаление. Поговаривают, что винный камень даже выводит из организма никотин. Более того, есть такая теория, что если разбавлять его апельсиновым соком и пить эту смесь, то у человека вырабатывается отвращение к табаку. Не знаю, не проверял, поскольку не курю и проблемы вырабатывать отвращение к табаку у меня нет. Но думаю, что может быть, среди моих зрителей найдутся курильщики, которые хотели бы избавиться от этой привычки. Так что вот вам лайфхак. Можете попробовать бросить курить с помощью винного камня. Но, как говорят в рекламе фарм препаратов, перед употреблением обязательно посоветуйтесь с врачом. Вам приходилось сталкиваться с винным камнем? Напишите в комментариях, при каких обстоятельствах. Также напишите, какие еще термины вы хотите разобрать. А чтобы вы не забыли то, что уже изучено, скачивайте наш винный словарик в описании к этому видео. Друзья, если вам это видео понравилось, расскажите об этом мне или ютубу, кликнув по кнопке лайк. Ну а если вы не хотите пропустить еще более интересные видео на этом канале, подпишитесь и кликните на колокольчик. Также обратите внимание, что под этим видео есть кнопка поделиться. Поделиться нашим видео с другом это не просто поддержать канал. Но главное, мы с вами распространяем настоящую винную культуру. А это, согласитесь, дело благородное. Мы ведь совсем другой канал про вино.